Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф, в увлекательный мир культурных странностей, который не перестает удивлять туристов. В нашем сегодняшнем видео мы отправимся в различные уголки планеты, чтобы познакомиться с уникальными и порой невероятными культурными особенностями, которые могут вызвать настоящий шок у неподготовленных путешественников. От странных традиций до нестандартного поведения, мы расскажем вам о самых интересных и необычных аспектах культур, которые могут оказаться совершенно непонятными для иностранных гостей. Приветствия плевком, деловые встречи в сауне, спиливание зубов, прокалывание тела острыми предметами – все это выходит за понятные нам рамки нормальности. Готовы ли вы окунуться в удивительный мир необычных культурных традиций? Тогда садитесь поудобнее и давайте начнем. Приветствия плевком, племя Масаи. Масаи – одно из самых известных племен Восточной Африки, потому что они смогли практически полностью сохранить традиционный уклад. Это полукочевой народ, который стойко отказывается от соблазнов цивилизаций и живет в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Мы уверены, такие традиционные обычаи Масаи, как обрезание, удаление нижних передних зубов или хождение по раскаленным углям, повергнут в шок абсолютно каждого. Но сегодня мы остановимся на другой культурной странности этого народа – на приветствии плевком. Если плевок считается грубым жестом во многих культурах, то в Масаи это обычный способ проявления уважения. Слюна в их культуре является очень ценным ресурсом. Члены племени плюют на руки, прежде чем пожать их. Так что запомните, если во время приветствия или прощания представитель Масаи плюет в руку и протягивает ее вам, то он вас уважает, а не наоборот. Возможно, эта информация вам когда-то пригодится в жизни. Ла Туматина фестиваль, Испания Это знаменитый испанский фестиваль, известный также как Битва томатов. Ежегодно в последнюю неделю августа тысячи взрослых людей приезжают в городок Буньоль, чтобы забросать друг друга томатами. Безумие? Возможно, но вы бы видели, сколько туристов привлекает это кровавое побоище. Томатный фестиваль длится неделю, во время которой на площади устраивается ярмарка, танцы, парады, а ночью запускаются фейерверки и салюты. Томатная битва – кульминация праздника, проходящая на городской площади. Петарда, запускаемая с городской ратуши в среду в 11 часов, служит сигналом, по которому на улицах города появляется несколько грузовиков со спелыми помидорами. Сразу же люди их хватают и начинают бросать друг в друга. Действие длится примерно час. Начало такой традиции было положено в 1945 году, когда на фестивале в процессе драки между молодыми людьми произошла первая битва помидорами с ближайших лавок. Походы в сауну. Финляндия. Если для вас поход в баню – это особое событие, то финская сауна в Финляндии – это не только оздоровительная процедура, но и неотъемлемая часть их повседневной жизни. Для большинства финнов поход в сауну является семейной традицией со многовековыми корнями. Это практически сакральное место, а посещение сауны – подобно ритуалу, которую исполняют все жители страны. Нужно обсудить деловые или даже политические вопросы, решить семейные проблемы или заключить важные договоренности – в любой из этих ситуаций финны отправляются в сауну. Да, и идти далеко не приходится. Сауна есть в каждом доме, практически в каждой квартире. Да и что там говорить, если своя сауна есть даже в здании парламента Финляндии. Более того, в декабре 2020 года ЮНЕСКО включила культуру финской сауны – список нематериального культурного наследия. Вот насколько это важно. Диа де лос Муэртос, Мексика. День мертвых, или по-испански Диа де лос Муэртос – это традиционный мексиканский праздник, когда семьи отдают дань уважения и вспоминают умерших близких, веря, что в это время духи возвращаются в мир живых. Это такой себе аналог знакомого нам Хэллоуина, но все же есть несколько принципиальных отличий. Мексиканский день мертвых – это религиозное торжество, которое уходит своими корнями на три тысячи лет к ритуалам почитания умерших в доколумбовой Мезоамерике. Праздник длится два дня. 1 ноября мексиканцы общаются с душами умерших детей, а на следующий день – с душами взрослых родственников. Страна в эти дни превращается в сплошной карнавал. Мексиканцы переодеваются в костюмы потусторонних персонажей и устраивают шумные празднования. Выглядит дико, ведь у нас смерть – это траур. Но ацтеки и инки не воспринимали кончину как конечную точку, поэтому в эти дни в Мексике принято веселиться. Спиливание зубов. Бали, Индонезия. Если бы граф Дракула оказался на Бали, то ему здесь было бы весьма неуютно. И все потому, что у жителей этого острова существует довольно необычная традиция – спиливание острых зубов. Балийцы сильно верят в мир духов и считают, что клыки – признак зла. Если эти клыки не спилить, то человек после смерти не сможет попасть на небеса. Также Балийцы считают, что заточка клыков символирует переход во взрослую жизнь и помогает избавиться от главных человеческих грехов – похоти, жадности, гнева, гордости, ревности и алкогольной зависимости. Поэтому по достижении 18-летнего возраста каждому подростку стачивают клыки. Сакральная церемония проходит в храме, где священник обычным напильником спиливает верхние боковые клыки до одного уровня с другими зубами. Процедура болезненная и дорогостоящая. За спиливание зубов без наркоза семье придется отдать примерно 3000 долларов США. А сточенную зубную пыль торжественно закапывают в семейном храме. Куперсхиллская сырная гонка, Великобритания. Это сумасшествие, то есть соревнование, проходит в графстве Глостершир в двух часах езды от Лондона. Каждый год в рамках празднования весны в последний понедельник мая в 12.00 по местному времени, на холме Купера собирается толпа энтузиастов. По сигналу по склону пускают головку сыра, за которой бросаются в погоню все участники. Кто первым догонит сыр или хотя бы пересечет финишную черту, тот и победитель. У подножья холма в день соревнования обязательно дежурят несколько карет скорой помощи и бригада спасателей. Из-за крутизны и неровной поверхности холма Купера такая гонка очень травматична. Бегуны не раз получали серьезные повреждения спины, шеи, головы, ломали ноги, руки и ребра. Тем не менее история этих безумных соревнований насчитывает более сотни лет. С давних пор турнир проводится почти ежегодно, однако его несколько раз пытались запретить. Муравьиное посвящение Бразилия В бразилийских джунглях, в бассейнах рек Амазонка и Андира проживает племя Сатеры Маве, которая практикует жестокий ритуал инициации мальчиков. Чтобы стать мужчиной, юноши проходят испытания плетеными из растений перчатками. Казалось бы, что тут такого? Дело в том, что внутри украшенных перьями рукавиц копошатся муравьи-парапанеры, укусы которых в 30 раз больнее пчелиных и сравнимы по ощущениям с пулевыми ранениями. Мало того, насекомых еще и раздразнивают, окуривают травами, чтобы те стали максимально агрессивными. Молодые люди носят перчатки в течение нескольких минут. При этом они должны танцевать и выполнять различные задания, не проявляя никаких признаков боли или дискомфорта. По окончанию ритуала из-за муравьиного яда парни могут падать в оморок или трястись, а их руки остаются временно парализованными. Такая практика приковывает к себе много внимания. Одни называют ее бесчеловечной, другие считают частью культуры Сатэрэ Мавэ. Громкое чавканье Китай Туристы, посещающие Китай, часто бывают шокированы привычками местных громко чавкать и отрыгивать во время обеда. И ведь поступают так не только малообразованные жители окраин и деревень, но и вполне цивилизованные люди, например, специалисты крупных холдингов и банков. Дело в том, что в Китае приветствуется громкое чавканье, хлюпанье, отрыжка и другие звуки, издаваемые при поглощении пищи. Если гости едят бесшумно, этим они показывают, что им невкусно, оскорбляя хозяев и повара. Считается, что тихая еда – еда без удовольствия. Так что любителям чавкать в Китае раздолье – это хороший тон, причем чем громче, тем лучше. Такое поведение является общепризнанным в стране этикетом. Иностранцы, наблюдающие такую картину, первый раз бывают недовольны и возмущены проявлением неуважения к себе. Вот что значит не знать культурных особенностей страны, в которую едешь. Религиозный праздник Тайпусам, Индия. Индия для европейского человека полна странностей. Чего только стоит религиозный праздник Тайпусам, во время которого индусы демонстрируют свою преданность богу Муругану. Нет, не спокойно ему молятся, а крайне болезненно пронзают различные части своих тел, в том числе язык. Как вам такое очищение путем страдания? Более того, Тайпусам празднует не только в Индии, а везде, где проживают тамильские диаспоры. В Малайзии, Таиланде, Сингапуре, Мьянме. Праздник назначается в день, когда полная луна в месяц Тай встречается с самой яркой звездой Пусам. Это происходит в январе-феврале. Традиция древнего ритуала насчитывает уже два тысячелетия. По легенде, в этот день жена Шивы Парватия передала богу войны Муругану Копье, которым он заколол демона Сурападмана. Томильцы благодарят Муругана и просят его о защите и помощи посредством экспрессивного танца Кавади с прокалыванием своей плоти. Верующие не боятся ни боли, ни крови, ни последствий. Душ из корицы для одиночек. Дания. Вам почти 25 лет и у вас нет пары? И при этом вы живете в Дании? Что же. Будьте готовы к тому, что ваши друзья вполне могут устроить вам купание в корице. После подобного ритуала стойкий аромат специи будет еще очень долго держаться на теле. Поэтому любой человек, услышав аромат корицы, поймет, что вы одиноки и может подойти познакомиться. А если вы останетесь без пары и в 30, корицу заменят перцем. И тогда вам точно не поздоровится. Кстати, перед тем, как посыпать специями, вас могут еще и облить водой. Так сказать, для более стойкого эффекта. А самые креативные друзья установят около вашего дома импровизированную мельницу со специями. Но тогда от этого запаха вы точно долго не избавитесь. Считается, что эта традиция появилась примерно в 16 веке, когда бродячие торговцы специями страдали от того, что из-за своей работы у них не было времени найти себе жену. В наше время корице-перечные атаки устраивают и парням, и девушкам. Равноправие, как никак. На этой позитивной ноте мы с вами будем прощаться. Делитесь с нами в комментариях, культурная странность какого народа удивила вас больше всего и с какими странными традициями вам приходилось встречаться в реальной жизни.